Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область на Иннопроме провела переговоры с белорусами. Делегация Кировской области в Екатеринбурге на международной выставке Иннопром 2024 встретилась с представителями компании «Станка Гомель». На встрече обсуждались вопросы кооперации с этим крупнейшим станкостроительным предприятием Белоруссии. В начале июля губернатор Александр Соколов в ходе визита в Гомель отмечал, что прорабатывается вопрос сборки узлов на территории Вятского станкостроительного завода для поставок белорусскому производителю. Завод по переработке мяса открылся в Кировской области. Там будут производить консервы, сырокопченые колбасы, мясные деликатесы. Предприятие работает в Вятскополянском районе. На него был получен грант из областного бюджета. По итогам конкурсного отбора семья Мингазовых получилась субсидию в 20 миллионов рублей. В целом переработкой мяса предприниматели занимаются уже 15 лет. Благодаря помощи многое в производственных процессах им удалось автоматизировать. Было закуплено современное оборудование, а также возведены новые здания цехов. В эфире «Экономика». 100 новых брендов зарегистрируют в Кировской области. В центре «Мой бизнес» открылся прием заявок от предпринимателей для регистрации товарного знака. За поддержкой в этом вопросе уже обратились порядка 50 предпринимателей. Столько же планируют подать документы в ближайшее время. Так, в Кировской области стал узнаваем бренд «Вятка-наладка». Это услуги по инжинирингу систем теплоснабжения. «Совка» – авторские украшения от мастера Татьяны Лысковой. «Чаша ветра» – местный бренд органической косметики. Срок приема заявок в центре «Мой бизнес» до 26 июля. Информацию о необходимых для предоставления услуги документах можно найти на официальном сайте мойбизнес.дефис43.рф Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.